Велосипедное движение в последние несколько лет активно развивается в областном центре. И это оправдано рядом факторов. Окружающая среда становится чище, экономится собственное средство, развивается физическая форма. Татьяна Лохи пересела за руль велосипеда уже почти пять лет назад и нисколько об этом не жалеет. У меня заменяется транспорт, это средство передвижения. Просто так я не катаюсь для удовольствия. Я получаю, естественно, кайфую, это очень здорово, когда хорошая погода. А так, это средство передвижения. Во все точки города я могу мобильно добраться. В принципе, в течение 20-30 минут я могу быть и в одном конце города, в другом конце города, и по работе, домой. Ну, это очень удобно. Я считаю, что это очень здорово. Конечно, в последние несколько лет в городе было сделано немало для развития велодвижения. В частности, на тротуарах и проезжей части появились специальные полосы и дорожки, по которым могут свободно перемещаться любители двухколесного транспорта. Уникальное полотно создано специалистами группы компании «Стим». Имеет высокую степень износа стойкости. В рамках реализации в областном центре концепции «Симбио-Сити» «Умный город» участники программы пришли к идее развития в Бресте велошеринга – системы совместного использования велосипедов. Это велопрокат, который активно используется на Западе. Мы посещая многие регионы, в этом убедились и сами порой для того, чтобы посетить какие-то исторические части города, ну, неудобно пользоваться автомобилем. А приехав на железнодорожный либо автомобильный автовокзал у нас, взяв за условные какие-то, совершенно условные деньги велосипед, можно проехаться по исторической части города. Вот поэтому мы создаем эти условия. Это начало только длинного пути. Уже известно, что первые пункты проката появятся в районе автобусного и железнодорожного вокзалов. Дальше проект будет реализовываться по туристическому кольцу. Основная станция будет находиться в естественном месте, в месте притяжения туристов. Это совмещенный авто и железнодорожный вокзал. Дальше по улице Комсомольская, по улице 17 сентября, где мы сейчас находимся, веломаршрут будет выходить в центр города к ЦУМу, к интуристу, гостиница интурист, где, наверное, часть туристов может и проживать. В дальнейшую лучообразную или радиальную в разные стороны, расходясь, этот маршрут будет следовать и к Брестской крепости, и к центру города на бульвар. Но кольцо вот это логически будет замыкаться через улицу Карла Маркса, опять в обратном направлении к новому совмещенному авто и железнодорожному вокзалу. Суть инициативы проста и в то же время интересна как для горожан, так и для гостей областного центра. В Европе такого рода проекты реализуются давно и успешно. Между собой станции свяжут сеть велодорожек. Экспериментально они создаются по улицам Орженикидзе, Комсомольской, Карла Маркса. Во что воплотится задумка, покажет время. Однако проект уже набирает популярность. Вообще эта тема очень интересная. Я думаю, что будет пользоваться спросом, потому что наш город предельничный. И, по крайней мере, даже если не для своих, а для людей, приезжих, это было бы, мне кажется, очень удобно. Взять велосипед, объездить весь культурный центр, ту же крепость. Для своих тоже. Почему нет? Ну, если тебе не хочется на общественном транспорте, если тебе не хочется сеть машины, у тебя неоденительная маршрутка. Я думаю, что если ты будешь стоить дешевле маршрутного такси, то наш народ и так очень много сейчас, ну, молодежи и не только ездят на велосипедах, ну и еще больше просто возрастет количество.